Два взрыва с интервалом в полчаса. Оба в разных районах Ривненской области. В обоих случаях взорвались гранаты РГД-5. Погибли люди. Почему рвутся боеприпасы в сотнях километров от зоны, то выясняла Инна Белецкая. Маленькая Заречная сегодня гудит в старом доме на одной из самых тихих улочек райцентра. Вчера погибли три человека. Было выявлено два тела с явными ознаками населительской смерти. При вызове в выбухотехнической лаборатории, при огляде было выявлено третье тело власника помешкания. О том, что случилось ночью за синей деревянной дверью, знают даже те, кто не слышал взрыва. Соседи рассказывают, оружия сейчас везде много. И в райцентре, и по селам. Тут говорят, что в Боровиде есть, понавозили, где хочешь. А воно по телевизору показывает, что АТО привозят. По версии полиции, гранату к соседу домой принес 25-летний парень. Дочка была присутствующая в помешкании. Батька, власник помешкания, дочку выгнав, сказали, что иди там погуляй. Вона увидела в руке предмет, похожий на гранату. Вошла, пошла до родичей, начала им рассказывать. В полицию они зателефонировали. Потом пролунав выбор, выбух, и уже было установлено, что разбирали РГД-5, гранату. Родственники парня утверждают, у него были знакомые, которые приехали из зоны АТО. А ты, что в АТО служат, что приезжают. Их никто не проверяет. И мне везут, что хочешь. Через полчаса после взрыва в Заречном граната разорвалась в этом двухэтажном доме. Погиб 20-летний парень. Он уже успел отсидеть за мошенничество и подозревался в грабеже. Находился под домашним арестом. Было установлено, что в руках покойника выбухнула граната РГД-5. На данный час следственным отделом Саринского отдела полиции открыто криминальное проведение за ст. 115 Криминального кодекса. Основная версия это самогубство. Откуда гранаты в полиции обещают выяснить? Но выяснят ли? Оружия на полесье много. Гранатами, брошенными во дворы прокуроров, чиновников и янтарных бизнесменов, здесь уже никого не удивить. В этот раз боеприпасы привели к четырем смертям за одну ночь. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ревненская область.